Слушайте доктора Говорит нет мне надо учреждение со временными традициями И вот я думаю что Мы сегодня пригласили в гости Морозову Ирину Геннадьевну Главного врача городской больницы номер 2 И заведующего родильным отделением Городская больница номер 2 полуэкта Ольгу Аркадьевну И как раз вот Здравствуйте Как раз я хочу сказать что Городская больница номер 2 В частности родильное отделение Это отделение со своими традициями И многие бы хотели рожать именно там Мы вот вчера побеседовали С Ириной Геннадьевной между Всеми теми мероприятиями Которые сопутствуют Которые в вашей жизни есть Потому что и депутат областного законодательного собрания Торжественные мероприятия Вчера кстати поздравляю вас У вас же день медика День медика поздравляю Боялась забыть А Ирину Геннадьевну вчера назвали главным врачом Законодательного собрания То есть если что в законодательном собрании происходит То это к вам Теперь да Мы тоже естественно Обсуждали все эти вещи по поводу родильного отделения Как сейчас все устроено Что, как рожают Потому что у меня достаточно много времени уже прошло Как женщины обсудили Какие сейчас тенденции Потому что есть изменения Правда это очень интересно Но определили Начало нашей беседы Именно с того Чтобы мы могли описать бытовые условия Которые попадает женщина Когда рожает Это очень важно Я был в родильном отделении первый раз Вот я знаю с чем сравнить Как раз это был 2004 год Я приезжал туда как Во второй больнице Да Я приезжал туда консультировать Как заведующий отделением Врач-травматолог-ортопед Я помню, что было тогда И я помню, что сейчас Да, многое изменилось Наверное, вот все-таки Нашим слушателям Нужно сказать, что изменилось Тех, кто еще не знает Да, Ирина Геннадьевна Я, наверное, начну И потом сразу делегирую Слово хозяйки этого отделения Ольги Аркадьевне Просто хочу напомнить слушателям Что основные перемены Начались с 2006 года С программы родовый сертификат И кардинальные перемены В 2012-2013 годах Когда мы получили Большое средство По программе модернизации Что позволило нам сделать Капитальный ремонт отделения Расширить его на целый этаж Оно стало просторным Уютным, красивым Комфортным для пребывания И большинство жалоб Того периода от женщин Они как раз касались Бытовых условий Коллективом мы всегда славились С качеством помощи А вот бытовые условия Они, конечно, были ужасающими Теперь уже можно так вот сказать Что ужасающе было Но я думаю, что дальше Ольга Аркадьевна продолжит Ольга Аркадьевна Как выглядит сейчас Родильное отделение Кировской городской больницы Номер 2 Да, у нас произошел ремонт Очень качественный Отделение стало светлым Просторным Солнечным Тем более, что у нас Здание находится в парковой зоне И вид из окна тоже Сейчас лето Зелень Белки ходят прямо под окнами Женщинам это нравится Конечно Мы сделали ремонт Так, как мы хотели Немножко сами свой дизайн Разработали У нас во всех палатах Имеется вообще Во всех подразделениях Стеклянные двери Мы идем мимо помещения Видим, чем заняты женщины Нужна ли им наша помощь Женщины видят, чем заняты сотрудники То есть все на виду Все, что происходит Все можно посмотреть Кроме того, это же придает объема воздуха Да, придает и свет И, конечно, удобнее Точно так же и в детских палатах Если по какой-то причине Ребенок лежит отдельно от матери То в этой детской палате Дверь тоже стеклянная То есть мама, даже не заходя к малышу В любое время суток Может его круглосуточно наблюдать Ну, Ольга Аркадьевна Давайте сразу отметим Что такое бывает крайне редко Да, такое бывает крайне редко Но все-таки это лечебное учреждение Поэтому такое Мы об этом поговорим Предусмотрено Вообще у нас все палаты Совместного пребывания Все 100% это палаты Мать и дитя И в них находятся Две мамы, два ребенка Три мамы, три ребенка Или одна мама, один ребенок Круглосуточно Женщина находится с ребенком И не разлучается Ни на какие процедуры Ни на какие осмотры Детский врач Врач-неанатолог Утром приходит осматривать ребенка Все это делается в присутствии матери И вопросы можно задавать Точно так же круглосуточно В любое время А вот если мы говорим о том Что можно круглосуточно Круглосуточно находиться с ребенком В то время, когда я рожала 10 лет назад Только отдельные палаты были Вот с возможностью посещения Родственниками У вас то же самое? Ну вот посещение родственников У нас на данный момент Не проводится Потому что все-таки Площади не позволяет этого И персонал, который должен был Встречать родственника И провожать Вот тоже с этим иногда Бывают проблемы Ну и не особенно Ведь женщине, наверное, это нужно По крайней мере Никто этого не просит Потому что пребывает В роддоме мало В среднем у нас Среднее пребывание Женщины это Три целых и четыре десятых дня То есть за это время Женщина успевает родить ребенка Немножко отдохнуть А дальше она уже целиком Поглощена этим ребенком Научиться надо Ей кормить Ухаживать за ребенком Просто познакомиться с ним Приспособиться к особенностям Новорожденного ребенка И в это время Иногда медицинский персонал Бывает гораздо нужнее Чтобы он был рядом В любое время Помог, подсказал Пришел на помощь Ну вот это все стало возможно После того, как произошла реконструкция После того, когда бытовые условия Изменились, конечно Появились индивидуальные родзалы Я уже не говорю про оборудование Которое стало совершенно современным В большом количестве В достаточном количестве А что значит индивидуальные родзалы? Какими они были раньше? Женщина поступает в этот родзал Она находится здесь до родов И рожает здесь в этом родзале И два часа потом с малышом Наблюдается акушерка и врачом Тоже в этом родзале А потом уже переходит в палату То есть ей не надо из предродовой палаты Переходить в родовый зал Или еще в какое-то другое помещение Здесь она осматривается Здесь обследование, если оно требуется Проводится Манипуляции здесь же выполняются И сами роды тоже происходят в этом родзале Ольга Аркадьевна, если в это же время Другая женщина начинает рожать? Родзал не один Предусмотрено несколько помещений Вопрос бы такой возник Да, конечно, не одна женщина рожает Просто она рожает сама с собой А сколько у вас, на какое количество Женщин рассчитано Родовое отделение? У нас 25 женщин после родов 15 женщин беременных У нас есть еще палаты до родовой подготовки И 25 мест для новорожденных детей Ну а как вот изменилось Вот произошел ремонт Да, из окон Видно зеленые, скажем так, деревья Я так понимаю, рядом дендропарк Эти самые белки забегают именно оттуда Они живут в нашем парке У вас парк не хуже, чем в дендропарке Нет, это бывший профилактик Я уверен, да, там очень красиво на территории Я помню Очень зеленая территория, ухоженная Ну еще кроме ремонта, наверное, изменилось и оснащение Появилось оборудование, да Наверное, стоит и про это сказать Какие возможности она вам дает? Какие там, что еще? Какие дополнительные? Несмотря какие кровати вас интересуют Если это родовые кровати То это специальный родовый стол Который автоматически опускается, поднимается Приобретает различные положения Точно так же и операционный стол В операционной Если это женские кровати То это просто обычная кровать Удобная кровать Вот бокс однонорожденных Женщина находится с ребенком У ребенка индивидуальная кровать Она называется кювета Детская кювета То есть она катается Женщине не надо вставать, если она просто хочет придвинуть к себе кроватку с ребенком Вот, и кроме того, оборудование у нас Палаты интенсивной терапии для новорожденных предусмотрены Там стоит оборудование, на котором уже работают специалисты Когда ребенку требуется какая-то особая помощь Для особого медицинского вмешательства Имеются кювезы Три кювеза для лечения и выхаживания маловесных детей Или детей, которые требуют особого температурного режима Особой влажности воздуха Это вот тоже сейчас произошло, да? После 2012 года? Или раньше тоже было? Нет, это было тоже раньше, но не в таком количестве Началось с 2006 Просто сейчас официально таких три койки новорожденных И на каждой имеется вот это все свое оборудование То есть три ребенка могут получать одновременно помощь в полном объеме Имеется дыхательная аппаратура Таких аппарата два Имеется реанимационный столик На котором можно производить манипуляции с ребенком Он в то же время и температурный режим, и влажность поддерживает Здесь же можно рентгенографию новорожденному сделать Не нужно его в рентгенологическое отделение носить Потому что в столике имеется место для рентгеновской пленки Для вставления кассеты Переносной аппарат УЗИ Если требуется, придет врач-узист Посмотрит ребенка тоже в палате новорожденных Аппараты, благодаря которым проводится инфузия ребенку Они называются инфузоматы Они в достаточном количестве Поскольку сейчас имеется особенность рождения детей крупных У которых бывают проблемы со здоровьем То есть с уровнем сахара Они иногда требуют наблюдения, вмешательства, инфузионной терапии Это оборудование Да, это такая тенденция Крупные дети Рождение крупных детей их больше стало Мамы стали хорошо кушать Или неправильно кушать Или неправильно кушать Или лениться Ольга Аркадьевна А вот какие преимущества имеет роддом Или родильное отделение, как правильно назвать Находящееся в структуре многопрофильной больницы? Имеются специалисты всех профилей И в поликлиническом отделении Придя в женскую консультацию Женщина может быть осмотрена специалистами Те, которые ей требуются Поскольку сейчас тенденция Рожает женщины более позднего репродуктивного возраста Соответственно у них имеются уже хронические какие-то болезни К моменту беременности и родов Поэтому специалисты нужны смежные И сейчас чаще второго ребенка рожают и третьего ребенка И второго, и третьего, да И женщины это старшего возраста за 35 Иногда за 40 лет Больше возрастных первородящих? Больше их процент составляет Ну примерно 30 Нет, не первородящих, а повторно родящих Ну первородящих, кстати, тоже Женщина уже состоялась в профессии, в жизни Понимает, что она хочет Как будет воспитывать ребенка Какой это будет ребенок Вот она самодостаточная И пришло время ей родить ребенка Сколько детишек в год рождается? 1200 в среднем Ольга Аркадьевна, похвастайтесь С двойняшками, тройняшками К сожалению, мы бы хотели их больше Конечно, тройняшек не было Тройняшки это удел перинатального центра Поскольку это дети маловесные И срок рождения их не в срок, а раньше А двойняшки есть, да Двойные дети Наверняка, а не только перинатальный центр Скажем, специалист В каких-то сложных случаях Но и у вас есть традиции Вы в чем-то особенно сильный Вот в чем хочется сказать Традиции, видите ли, в акушерстве традиции Оказать неотложную помощь в любой ситуации В любом состоянии женщины Как везде в нашей специальности Как везде, да Поэтому особенность акушерства Когда должна работать бригада Слаженно и все должно быть рассчитано По минутам Каждый должен знать, что он делает И уметь в этом коллективе работать Поэтому помощь должна быть оказана Независимо от состояния женщины Независимо от того, в какое учреждение Она попала В том числе, если это женщина Высокой степени риска Или какая-то серьезная патология Она рожает у нас Или она развелась в момент родов Бывает ведь неотложная ситуация Помощь оказывать должны в полном объеме А традиция Мы обычно хвастаемся своим коллективом У нас настрой на доброжелательное отношение к женщине На доброжелательное отношение к ребенку То есть мы много лет уже пытаемся Получить звание в больнице Доброжелательного отношения к ребенку И с этой целью у нас проводится и обучение Есть такое звание? Да, есть такое звание Есть такие принципы Мы много лет Ну как много лет? Мы лет пять усиленно стараемся им следовать И у нас в этом плане получается А что за принципы? Ну с одной стороны это просто С другой стороны это дополнительная нагрузка Конечно медицинским работникам То есть вот Во-первых это снижение агрессии Просто агрессивных манипуляций в родах Бережное ведение родов При рождении ребенок должен сразу получить контакт кожа-кожа То есть мы сразу Ребенок родился Мы его сразу выкладываем на живот матери Даже если кесарево сечение? Даже если кесарево сечение Кстати это наша особенность Мы недавно были на конференции Проводил врач из Ижевска И они утверждали, что они вот стремятся к тому Чтобы на кесаревом сечении прикладывать ребенка К груди Мы могли похвастаться, что мы делаем это уже как минимум 3 года С нами в операционной конечно ходит врач-неанатолог и акушерка Мы делаем свое дело Мы оперируем женщину А в это время женщина уже знакома с ребенком Когда он родился, когда мы его извлекли Он получает первые капли молока, молозива Женщина успокоилась, обрадовалась Что с ребенком все хорошо Она его увидела, поцеловала Поняла, что он ушел ждать ее в детскую палату Мы свое дело заканчиваем Так что мы на кесаревом сечении прикладываем ребенка к груди А дальше ребенок уже просто не разлучается с матерью Он с ней круглосуточно Он прикладывается к груди Он кормится по требованию ребенка А не по часам То есть в первые сутки, это может быть каждые 15-30 минут Получат грудное молоко У нас приходит специалист, инструктор по грудному вскармливанию Два раза в неделю Человек, который не у нас работает Просто к нам приходит Сначала он нас обучал, теперь он обучает уже женщин И мы постоянно учимся Это очень важно, потому что истории женские Что вот так вот, чтобы женщины понимали Не вскользь упомянуто будет Прикладывание груди после кесарево сечения Это вещь, которая на Западе культивируется многие-многие годы В то время, когда я рожала 10 лет назад Такие вещи происходили только если заранее Это обсудить с врачом Подписать договор Очень много чего нужно было сделать, чтобы такое произошло А уж если у тебя не плановое кесарево сечение То может быть и у вас, наверное, сейчас так У нас это сейчас рутина Это кесарево сечение в любое время суток И плановое, и не плановое Все равно вы это делаете Конечно, у нас весь персонал обучен И это уже, я говорю, что это рутина Это уже просто не обсуждается Ничего не надо тут говорить То есть это знает любая медсестра, любая акушерка Естественно, врач это сделает И врач-анестезиолог А как, скажите, после кесарево сечения Ведь, насколько я помню, в мои времена, когда я рожала Нужно было находиться в реанимации отдельно с ребёнком и прочее Опять же, если ты не подписала какие-то документы заранее А сейчас как это происходит? Тоже разделяют маму и ребёнка? Мы сейчас, да, оперируем женщину Дальше она находится в послеоперационной палате Ведь мама-то была операция Мама должна быть под наблюдением Но если её состояние позволяет То 4-6 часов, да, и женщину можно перевести То есть не двое суток Нет, нет, нет Всего-то несколько часов, чтобы её восстановить и перевести И она соединяется с ребёнком Только на первичный, послеоперационный период Это замечательно А потом она пойдёт уже к ребёнку и будет сразу его кормить И вот это вот то, что вы сказали, что у вас приходит специалист по грудному вскармливанию Тоже очень важно Потому что если маму не научат правильно кормить никто там Ни её мама, бабушка, ни специалисты То могут случиться разные всякие сложности Они случаются Какие, например, могут случиться проблемы у женщины? Ну самое плохое, что может случиться в дальнейшем для ребёнка Это перевод на искусственное вскармливание Рано Хотя она могла бы вполне кормить определённое, нужное ребёнку время Именно потому, что её не научили А вот скажите, а чем плохое искусственное вскармливание? Мы, наверное, уйдём немножко от темы родильного отделения в сторону Но если коротко, то это, как минимум, мы лишим ребёнка иммунитета То есть первое время жизни ребёнка свои антитела у него не вырабатываются И он их получает с молоком матери Мы его этого лишим На этот период времени Дольше ему придётся Ну пока у него не созреет свой иммунитет Вот собственно То есть эти антитела, они, скажем так, не разрушаются в кислотной среде желудка Они проходят дальше, и ребёнок их усваивает через кишечники Я правильно это понимаю? Правильно понимаете Причём я сомневаюсь, конечно, ну это моё, в общем-то, уже хирургическое отношение Это научно доказанный факт Но тем не менее Вы знаете, я хотел задать вопрос Мы проговорили о ремонте Это очень важно об оборудовании Но, наверное, всё это не имеет никакого смысла, если нет кадров Да, скажите, вот какой коллектив? Вы сказали, он дружный коллектив? Он сплочённый коллектив единомышленников? А есть ли какие-то династии, семейные традиции? Как вы набираете людей? Вот сейчас давайте, вот мы сейчас первый вопрос Ирине Геннадьевне Как вы набираете, принимаете их? Вместе с Ольгой Аркадьевной сидите и обсуждаете Какой жёсткий отбор у вас существует? Как вы это делаете? Как мы это делаем? Кадровый вопрос болезненный для всех сфер здравоохранения Но у нас достаточно стабильный коллектив И Ольге Аркадьевне надо отдать должное Она всё время старается привлечь молодые кадры и воспитать их Но привлечь не просто так Отбор достаточно жёсткий, скорее, на её уровне Мы присматриваемся к студентам Которая проходит практику Студенты из Медакадемии Они идут теперь с первых курсов И санитарская и сестринская практика Поэтому у нас есть возможность к ним присмотреться Стараемся, конечно, ставку делать на своих местных Нововятск Потому что особенности есть Достаточно сложно приживаются люди К которым надо транспортно ездить Вы заметили своих местных Нововятск? Да, у вас там в Нововятске есть такое планово Нововятске – это город-город детства Ну, присматриваемся за это время Если студент у нас на практике не был А пришёл как соискатель после шестого курса Мы, конечно, можем прийти на заключение договора Но всегда ставим условие Что за время учёбы в интернатуре или в ординатуре Ты у нас появляйся, мы на тебя смотрим Ольга Аркадьевна очень пристально смотрит Вот, и если он нам подходит, мы оставляем Каких людей берёте, Ольга Аркадьевна? Кто вам подходит? Во-первых, те, кто умеет учиться и обучаться Не просто знают, а хотят это знать И потом хотят это использовать Это ведь видно сразу у студентов Это у кого глаза горят Да, у студентов это очень хорошо видно Один стоит в стороне, другой хочет что-то делать Ну, надо ещё посмотреть, как он это делает Понимает ли он, что делает Это, во-первых Во-вторых, ну, человеческие качества, конечно Акушерство такая специфика, что женщина приходит сюда Ведь особая обстановка Вот я перебью, Светлана Вот так же должны глаза гореть, когда отвечает Ольга Аркадьевна Заметили свет из глаз, да? Да, да, Ольга Аркадьевна Когда про кадры она говорит, но из глаз идёт свет, да, и теплота Вот ты так же смотришь на студента Если ты такого не чувствуешь, значит, вот он не способен Значит, он не наш Он не наш, да Вся молодёжь, которая у нас работает И которая теперь уже не молодёжь Они все у нас вот и начинали, как сказала Ирина Геннадьевна Ординаторами или интернами Мы к ними присмотрелись Были, конечно, и случайные люди Они просто ушли Работать не смогли Ордина, давайте озвучим средний возраст Тогда будет понятно, что действительно достаточно стабильный коллектив Да, средний возраст акушеров-гинекологов Это в районе 40 лет Самому молодому стажу самого молодого 2 года Возрастного 34 года И врачи-неонатологи У них ещё более золотой средний возраст У них в районе 35 лет То есть этот возраст человека, когда он много знает Много может ещё учиться, много освоит И впереди у него ещё много лет такой плодотворной, хорошей работы Золотой 35-40 35-45 Золотой коллектив То есть ещё ничего То есть мы все в золотом году Я для себя уточнил Профессионально очень хороший голод Ну вот это очень приятно, правда, слышать И ваши врачи, и ваш коллектив настроены всё-таки больше Настраивают женщину на самостоятельные роды Или была такая тенденция в своё время Планировать кесарево сечение Прямо плановое кесарево сечение Чтобы избежать каких-то проблем психологических Страха боли, ну осложнений возможных Или всё-таки на традиционные роды настраивать Всё индивидуально Как женщина желает Каждая женщина приходит с обменной картой У каждой своя ситуация Есть женщины, которые просто не могут самостоятельно рожать В силу своих медицинских особенностей Если этого нет, нет таких противопоказаний Конечно, мы объясняем женщине Чем опасно кесарево сечение Операция, если она идёт хорошо, она идёт быстро и недолго Но у неё имеются свои осложнения Поэтому, конечно, нацеленность на самостоятельные роды Ольга Аркадьевна, я, как, наверное, мужчина спрошу Ну, в соответствии с действующим законодательством Каждый мужчина имеет право на присутствие во время родов При соблюдении определённых условий Мы не будем сейчас на них останавливаться Наверняка у вас такие условия созданы Для этого возможно Но вот я общался со своими там друзьями У всех один говорит, я обязательно буду присутствовать И я присутствую на родах Другой говорит, зачем это надо Я категорически не буду этого делать Я лучше поддержу И при всём при этом все любят своих женщин И все хотят детей Но вот абсолютно диаметрально противоположные взгляды встречаются Присутствовать или не присутствовать Всё-таки хочется узнать, как условия у вас Как это возможно реализуется И ваше субъективное отношение к этому Субъективное отношение Лично я против того, чтобы муж присутствовал на родах Ну я просто не вижу Во-первых, веками предусмотрено так, что всё живое рожает отдельно На женской половине дома Это не публичное и не особое эстетичное зрелище Тут нужен медицинский работник, который на это смотрит хладнокровно И ситуацию эту оценивает Идёт всё быстрее, проще А муж, вот он привёл жену красивую в роддом И забрал её такую же плюсом с ребёнком ещё То есть не всё мужчина должен видеть про женщину Я соглашусь всё-таки Но если мужчина хочет, есть такие Он приходит на беседу вместе с женой И смотрю, что он ещё хочет И если после беседы он всё ещё остаётся То есть некоторые даже не знают, зачем они хотят Не могут объяснить, что он хочет Некоторые говорят, я хочу контролировать действия медицинских работников А некоторые говорят, а я жене пообещал, понимаете? Да, пообещал То есть она его просто насильно туда привела А он вот сопротивляется Поэтому остаётся минимум Потом желающих остаться То есть после беседы всё-таки некоторые понимают Отсутствие целесообразности Один из десяти присутствует? Присутствует Присутствует Давайте вернёмся всё-таки Это очень важный вопрос К грудному вскармливанию Потому что, ну правда, пропустить его нельзя И это здорово, что у вас есть специалист Который вот специально мамочек обучает У нас не один специалист Мы все обучены То есть мы обучаем все Независимо от того Это акушер-гинеколог-врач Или не анатолог Или медсестра-палатная Или акушерка То есть мы все это делаем Но мы Ведь это не урок То есть я зашла на обход Я что-то показываю женщине Одновременно Стараюсь немножко научить Идёт детский врач Он свою часть Он тоже это говорит В течение дня Медсестра заходит неоднократно Женщина приходит, спрашивает То есть процесс идёт непрерывно Постоянно Ольга, когда вы с какими-то Общественными организациями Некоммерческими Вы взаимодействуете? Ну вот есть в Кирове Организация молодых семей Ассоциация молодых семей Они приглашали меня на беседу Такая хорошая организация Нацеленность у них На многодетность На ценность семьи На такие вот хорошие отношения Между мужчиной и женщиной Вот с ними, да, поддерживаем Я думаю, что здесь стоит рассказать Про проект Белая река Которую как раз эти ребята Вот эта ассоциация Реализовали несколько лет В том числе и в нашем родильном отделении Ну вот человек, который приходит обучать Он как раз из этого проекта и есть Несколько лет с ними уже сотрудничаем Они нам, кстати, помогают В кое-каких мероприятиях Ведь медицина не только Вот всё время работы Работа есть В эти какие-то такие Праздничные довольно моменты Та же самая выписка Или дни какие-то День защиты детей Вот впереди 8 июля День семьи, любви и верности Они нам тоже помогают Устраивать мероприятия Мы вместе с ними участвуем Там бывает и торжественная Регистрация ЗАГСа То есть приходит заведующая ЗАГСа Регистрирует ребёнка Для семейной пары Устраиваем праздник Приходит главный врач Поздравляет подарки Подождите, Ольга Аркадьевна То есть как это бывает? Женщина выписалась с ребёнком Через 3, 3,5 дня И потом она может к вам вернуться Нет, нет, нет Это в день выписки Это происходит в день выписки Можно сделать и торжественную выписку И регистрацию торжественную Да, да, да Приходят родственники Все, какие пожелают И взрослые, и бабушки, и дедушки Дяди, тёти, дети Приходит муж Приходит представитель ЗАГСа У нас всё это бывает торжественно Есть торжественный зал, да? Есть место Место оформлено Да, просто место оформлено Вот представитель ЗАГСа Уже вручает сразу свидетельство о рождении Человек прямо у нас То есть уже первый паспорт ребёнка Человек выписывается с паспорта Я помню, как я беру Я тоже помню Очень хорошо этот сюжет Мы практикуем это второй год Это была совместная инициатива с органами ЗАГС С гражданином на руках Папочка должен заранее оформить документы Всё-таки частично в ЗАГСе Вот папочка пускай этим и занимается в это время Три дня в роддоме Папа занимается документами Конечно, это по согласованию с семьёй То есть это невозможно сделать услугой Для всех женщин, выписывающихся Это те, кто пожелал Если семейная пара оба хотят этого Но это несложно сделать Там документы занимают у него немного времени Потому что мы ведь тоже в контакте с органами ЗАГСа Они нам идут навстречу Коля участвует в этом мероприятии И обставляет его празднично и торжественно И все, кто был на этом мероприятии И участвовал, и поздравлял Всем это нравится Ольга Аркадьевна, а вот всё-таки Женщина вышла с ребёнком из дверей роддома А дальше, возможно, у неё Я понимаю, что приходит медик из поликлиники детской Но они не всегда там такие специалисты, как вы И потом она с вами общалась В какое-то время, может, больше доверия Вот если возникают какие-то проблемы с тем же кормлением Она может к вам ещё раз обратиться или нет? Женщины иногда звонят Или вы куда-то их отправите? Конечно, мы по телефону тоже консультируем А вот консультант по грудному вскармливанию Он оставляет свои координаты И она дальше ведёт уже женщину Если та желает, да, с выездом на дом Или где-то у них другие встречи Я вам не могу подробно про это сказать Но многие женщины до года Вот или месяцев до девяти Общаются Остаются на связи Да, не теряют И помогают Мне рассказывала просто Ирина Геннадьевна, пока мы вас ждали Дмитрий Александрович, мы тут беседовали до эфира Она рассказывала, что праздники эти, они устраиваются не только для женщин, которые вот сейчас находятся в родильном отделении, родившие Но и для тех, кто уже с детьми, уже с подросшими тоже, они приходят, возвращаются в роддом И для них там есть мероприятия и встречи какие-то, такие вот семейные, душевные И они задумываются о том, что нужно вернуться ещё раз Да, и не раз Потому что если я слушал вас сегодня, а вот в мои времена, а вот 10 лет назад, а вот было так, а как сейчас Да, это очень интересно, уже пора задуматься Кажется, что всего ничего прошло, а так много изменений, это правда удивительно Ну вот мы говорим о том, что происходит в процессе родов, что после родов, а до родов, когда женщины обращаются к вам, могут ли к вам обратиться? Вот вы знаете, я в свете этого, вот у меня есть такой вопрос, который я не могу не задать, он очень серьёзный на самом деле Когда мы говорим о родах, мы всегда думаем о том, что многие женщины хотят сделать аборт Да, и сейчас я порядок цифр не помню, но раньше фактически количество абортов совпадало с количеством родов И сейчас один к двум соотношение средней Нет, несколько лет назад была ужасная цифра, то есть количество абортов и количество родов можно было ставить знак равно И сейчас она не совпадает Сейчас один к двум, это всё равно много Сейчас динамика положительная, но это очень много, да? Это очень много, это тот резерв, который дал бы нам подъём рождаемости Да, это очень много, но вот я хочу задать вопрос ещё в каком ключе У нас сейчас есть, если женщина принимает решение сделать аборт, понятно, что с ней беседуют И есть вот эти дни тишины, когда нельзя делать сразу Скажите, как это вот реализуется у вас, и на ваш взгляд, насколько это эффективно? Это реализуется на уровне амбулаторно-поликлинического звена За этим мы следим очень строго, очень жёстко Можно чуть подробнее сказать? Да, когда женщина приходит на приём к своему врачу-кушерогинекологу Говорит о том, что она предполагает, что она беременна Ей факт беременности подтверждают И женщина заявляет о том, что она желает беременность прервать Ей никто и никогда не даст направление сразу же на обследование, на анализы для прерывания Ей даётся вот эти часы тишины, о которых Дмитрий Александрович уже сказал Женщина направляется в кризисный центр для женщин Он функционирует при женской консультации Там работают с женщиной психолог и соцработник Записывают на удобное для неё время Есть бесплатный юрист, то есть она может озвучить свои проблемы А почему, собственно, по каким причинам она желает прервать беременность? И если по результатам всех консультирований, работы психологов Женщина всё-таки отказывается от своего решения, то мы всё вместе этому радуемся А удаётся переубедить? Удаётся, да, положительная динамика есть, она растёт и в целом по области То есть эта структура, да, эти кризисные центры, они начинают себя оправдывать У вас он такой есть? Да Вот, консультации до родов Возможно, у нас просто время заканчивается? Возможно Ольга Аркадьевна, может озвучить свой телефон? 31 26 81 31 26 81 Да За какое время примерно имеет смысл обращаться? Женщины в разные сроки обращаются, не имеют особого значения Если она хочет проконсультироваться, она просто набирает номер, звонит, договаривает вся встреча Я выбираю время, чтобы быть относительно свободной Всё, либо это беседа, либо осмотр Вот, кто хочет ещё раз переслушать нашу программу, она будет выложена сегодня на сайте Ихакирова.ру И телефон ещё раз можете там тоже прослушать Мы благодарим наших гостей, главного врача 2-й городской больницы Морозову Ирину Геннадьевну И заведующей раздельным отделением этой больницы Полуэктову Ольгу Аркадьевну Дмитрий Курдюмов, Светлана Занько Всем до свидания С праздником, медики Спасибо Слушайте доктора